Казанский федеральный университет посетила замминистра по образованию. Ректоры вуза в Казани встретились с КФУ. Обратный отчет до чемпионата WorldSkills запущен. Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская посетила Казанский федеральный университет. Первой частью визиты стало посещение здания Института международных отношений, находящейся в стадии реконструкции. Подробности далее. 24 января Казанский федеральный университет посетила замминистра образования Российской Федерации Марина Боровская. В рамках визита ректор КФУ продемонстрировал замминистра образования Российской Федерации учебное здание Института международных отношений Казанского федерального университета, расположенное по адресу Карла Маркса, 43, которое на данный момент находится на стадии реконструкции. Год назад в здании был начат капитальный ремонт. Предполагается, что там будет размещен целый комплекс подразделений института, аналитическая служба ситуационного центра, Центр изучения США и Канады, Центр изучения Латинской Америки. Здание изначально принадлежало Институту управления экономикой и финансов КФУ. В мае 2018 года на заседании ректората Эльшадом Гафуровым было озвучено решение о передаче здания Институту международных отношений. В первую очередь это делалось для того, чтобы институт, находящийся в составе университета, становился более привлекательным для будущих абитуриентов и более узнаваемым в мировом университетском сообществе. Достаточно хорошо, очень динамично стал занимать, ну скажем, стал получать как таковой институт международных отношений в позиции нашей стране. На сегодняшний день создан проект будущей реставрации. Надо сказать, что для КФУ это не первый опыт восстановления объектов, представляющих культурную ценность. К примеру, в прошлом году университетом был запущен новый кампус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Для этого был отреставрирован целый комплекс зданий бывшего военного госпиталя, объекта культурного наследия России. Для реализации научных исследований в области медицины каждому университету нужна своя клиническая база. Для Казанского федерального такой базы является здание на улице Волкова, 18. Именно этот центр посетил заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская. Что привлекает высокопоставленных гостей в клиническую базу КФУ? Об этом наш следующий сюжет. Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская посетила здание научно-клинического центра Президенционной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, расположенное на улице Волкова, 18. В 2015 году Казанский федеральный университет присоединил к себе республиканскую клиническую больницу РКБ-2. Планировалось переформатировать ее в университетскую клинику по международным стандартам с возможностью проведения клинических исследований. Врачи оказались просто неготовыми к работе в новом формате. И это неудивительно, потому что они работают в рамках российского законодательства, стандартов лечения, обязательного медицинского страхования, ВМП. И таким образом их основной акцент – это оказание медицинской помощи населению. Здание Волкова, 18 вошло в состав КФУ в 2015 году в рамках развития приоритетного направления биомедицина и фармацевтика и для реализации научных исследований в области трансляционной медицины. Сегодня там располагается полностью сертифицированный для работы университетский биобанк – хранилище биологических образцов при сверхнизких температурах в жидком азоте. В этом же здании находится Центр клеточных технологий, где разрабатывают клеточные технологии для лечения различных заболеваний. Здесь же функционирует зеркальная лаборатория КФУ и исследовательского института Рекен – ведущего научного центра Японии. Здесь же располагается лаборатория, функционирующая совместно с одним из главных благотворительных фондов страны – РУСФОНД. Особое внимание лишь от Гафуров уделил медицинскому геномному центру. Он представляет собой научно-исследовательскую лабораторию, которая занимается трансляционными геномными исследованиями с использованием секвенаторов нового поколения. Заместитель министра образования РФ Марина Боровская высоко оценила достижения университета и, прежде всего, способность оперативно отвечать на вызовы современного мира, умело объединяя все сферы жизни университета – образование, науку, сотрудничество с промышленными предприятиями для обеспечения трансфера технологий в реальный сектор экономики. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Александр Юйдин, Универньюз. После обхода зданий КФУ заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская встретилась с ректорами вузов Казани. Что обсуждалось на этой встрече, мы расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялась встреча заместителя министра науки и высшего образования РФ Марины Боровской с ректорами высших учебных заведений Казани. Помимо ректора КФУ Ильшата Гафурова во встрече приняли участие проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. На встрече обсуждались планы и результаты работы в области высшего образования как России, так и Татарстана. Заместитель министра рассказал о национальных проектах по трем направлениям – наука, образование и цифровая экономика, а также поставила задачу обеспечить трудоустройство выпускников. При этом в этой задаче университет должен стать самостоятельным работодателем. Мы много ругаемся на рынок труда, говорим, что посчитать не могут, запросить внятно не могут, но мы сами для себя большой работодатель, большой. Мы все время обновляем кадры сами, которые хотим себе добавить. После представители университетов представляли проекты вузов. Проректор по биомедицинскому направлению КФУ Андрей Киясов рассказал о развитии медицины в Казанском федеральном университете и влиянии на это направление в мире. Самое важное, что сейчас Казанский федеральный университет стал мировой площадкой для дискуссий в области о медицинских технологиях. Это и международные семена, ежегодный лайф-геном, жизнь геномов, это казанский воркшоп по прецизионной медицине, это постгеном. Ректор Ильшат Гафуров отметил, что медицинское направление охватывает все структурные подразделения. От биологов и химиков до математиков, физиков и лингвистов. У нас все направления очень важные, начиная от тротуаров, я условно говоря, заканчивая космосом. Но самое ценное, у человека все-таки это его здоровье, да? Больше ничего ценнее, но в принципе нет. У нас все новые направления, в частности медицина, и подготовка специалистов, и образовательные программы, и в целом научные исследования, они носят распределенный характер. У ректоров остальных вузов в основном возникали вопросы отношения министерства к различным аспектам университетской деятельности. В том году тоже вместе с федеральным университетом попали в рейтинг «Таймс». Вопрос. У министерства есть позиция, связанная с международными рейтингами, этими рейтингами? Потому что отчасти международные рейтинги, они начинают после первого захода требовать дальше определенные деньги на обслуживание. Но, откровенно говоря, жалко и неохота. А министерство как вообще на эти рейтинговые системы смотрит? Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации отметила, что рейтинги необходимы для позиционирования вузов, а также для поиска партнеров среди других университетов. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, президент WorldSkills International Саймон Бартли и президента Торстана Рустам Миниханов в четверг открыли в центре Казани стелу обратного отчета до старта чемпионата мира по проб-мастерству WorldSkills Kazan 2019. Стелла обратного отчета до старта WorldSkills Kazan 2019 установлена на центральной пешеходной улице Казани, улице Баумана. 24 января в центре Казани на улице Баумана открыли стелу обратного отчета до старта чемпионата мира по проб-мастерству WorldSkills. В пожестной церемонии открытия приняли участие зам. председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, президент Республики Торстана Рустам Миниханов, президент WorldSkills International Саймон Бартли и мэр Казани Лисур Медшин. Стоит отметить, что в рамках визита заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в сопровождении президента Татарстана Рустам Миниханова осмотрел основные объекты, которые будут задействованы в ходе мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Территорию деревни WorldSkills продемонстрировал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Здесь планируется разместить до 5000 участников и экспертов чемпионата. Татьяна Голикова осмотрела жилые помещения и пообщалась с проживающими здесь студентами КФУ. Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Это были новости на Универтв. Всем до скорых встреч. Пока.